Субтитры создавал DimaTorzok 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 1 градуса 60 минут 1 минута 60 секунд И как мы вчера с вами выяснили Под таким углом видна толщина человеческого волоса на расстоянии 20 метров Но одна секунда для современных методов измерения малых углов это очень большая величина Сейчас уже речь идет о миллисекундах basics такие точности достигнуты были еще лет назад А этот проект, о котором я пытаюсь вам рассказать, он уже будет способен измерять углы с точностью 10 микросекунд дуби. Ну и легко сообразить, что голос надо поднести на расстояние 2000 км, можете себе представить, да, и толщину его заметить, ну а человек на расстоянии 40 миллионов километров, в 100 раз больше, чем дальше Луна. То есть речь идет о фантастических малых углах, а следовательно о фантастической точности измерений. И вот потребности современной астрономии, они вообще, говоря, бросают вызов современным технологиям. И такие предельные возможности, оказывается, есть. Правда, пока миссия еще не закончена, поэтому вот эта точность еще не достигнута. Но пока что углы измеряются с ошибкой где-то в четверо больше этого, но миссия будет работать примерно до 21 года, а, скорее всего, еще и дальше. Так что у нас есть шансы достичь вот такой предельной точности измерения малых углов. Ну, Земля вращается, вы знаете, да, экваториальная скорость вращения около 465 метров в секунду, ось вращения прецизирует еще, Земля вращается вокруг Солнца 30 километров в секунду, Солнце движется в галактике, вращается вместе с Гижском галактике со скоростью примерно 1050 километров в секунду, и, как я вчера рассказывал вам, сам личный путь еще движется со скоростью 627 километров в секунду, и все находится в движении, в вращении, поэтому нужно построить систему координат, в которой мы наилучшим образом можем определять вот эти скорости движения. Вот в этом состоит главная задача построения эмоциальной системы отсчета. Вообще говоря, координаты любого объекта, они всегда определяются относительно чего-то. Вот прежняя астрометрия, то, как реализованы астрометрические измерения на спутнике Гаи, это совершенно новый подход, который был впервые придуман и реализован 20 лет назад на спутнике Гейтбарк. Так вот, прежняя астрометрия измеряла координаты звезд относительно звезд, которые расположены в поле зрения телескопа. Это так называемая астрометрия узкого поля. Вот у вас есть поле зрения телескопа, максимум это где-то 40 угловых минут, там есть много-много звезд, и если вы хотите измерить координаты какой-то звезды относительно других, вы работаете с очень малой областью неба и привязываете, измеряете координаты какой-то нужной вам звездочки относительно других звезд. Ну, например, вы слабо, считая, что они очень далеки. Но самый лучший способ построения системы отсчета, системы координат, это привязка координат звезд и других объектов, в том числе объектов Солнечной системы, к объектам, которые мы считаем неподвижными. А что это за объекты? Конечно, это далекие объекты. Понятное дело, что все галактики тоже движутся относительно друг друга, но если галактики далеко, то, очевидно, их смещение на небесной сфере будет ничтожно малым, и оно будет проявляться не за годы, не за десятки лет, а даже за сотни тысяч лет. И вот такими объектами, которые можно считать прибитыми к небесной сфере сережными гвоздиками, это, в первую очередь, квазары. Они звездообразные, это активные ядра галактики, это звездообразные объекты, как правило, очень далекие. И что интересно, что еще десятилетия назад положение этих квазаров было хорошо измерено с помощью радиоинтерферометров со сверхдлинной базой. Ну, вы представляете, что это такое. Если у вас сеть радиотелескопов, разнесенная буквально по всему земному шару, и тогда, если они все совместно наблюдают один и тот же объект, угловое разрешение, точность измерения координат этого объекта, оно определяется дифракционным соотношением длина волны, деленная на диаметр телескопа. В данном случае роль диаметра играет расстояние между радиотелескопом. И если это тысяча километров, то удавалось еще тогда, десятилетия назад, измерить координаты с точностью до одной десятитысячной угловой секунды и даже до нескольких микросекунд. И вот астрометрия современная, то есть наука об измерении положений звезд, об определении их расстояния, она пошла именно по этому пути. Привязать координаты звезд к далеким радиоисточникам, глазам. Ну, поскольку расстояние в мире звезд это важнейшая характеристика, которая позволяет определить все астрофизические параметры, светимость, радиус и так далее, и так далее, то современная астрометрия, по сути дела, стала царицей наукой. Это та база, на которой только, на которой может развиваться современная астрономия, тем более астрофизика. Именно поэтому вот такой большой интерес в миссии ГАИ сейчас у всех астрономов есть. И все с нетерпением ожидали в конце апреля этого года появления второго каталога этой миссии, содержащего почти 2 миллиарда звезд. Об этом я немножко дальше поговорю. Что касается системы координат, задаваемой глазарами, то еще в 1997 году, то ли, в данном миссии ГАИ была фиксирована вот эта самая система отчет или система координат, которая тогда опиралась всего лишь на 220 глазаров, рассеянных по всему миру. А что было до этого? А до этого в качестве реперов, вот этих объектов, которые прибиты серебряными гвоздиками, служили звезды. Всего полторы тысячи звезд, рассеянных по всему миру. Но поскольку звезды движутся, и это заметно хорошо, на протяжении десятков лет, то такая система координат, она не может существовать вечно. И поэтому, конечно, надо переходить к другой системе координат, завязанной на квадраты. Ну и кроме того, вот эти полторы тысячи звезд, это означает, что в среднем на каждый квадратный градус неба, а всего их на небесной сфере 49 тысячи с лишним, приходится, по сути дела, одна десятая звезды. И привязать другие объекты к этим звездам, конечно, крайне струйкутно, имея в виду, что поля зрения современных телескопов, они очень низкие. Так вот, прецедионная астрометрия, то, что мы хотим сейчас получить. Эту возможность измерять координаты на небе, и изменения координат с фантастической точностью, вот если было не про секунды, мы надеемся, что в 2021 году эта цель будет реализована. И, конечно, в первую очередь нас интересует расстояние до звезд, которые позволяют, тригонометрические параметры звезд, которые позволяют определять звездные параметры, физические звездные параметры. Ну, еще раз кратенько повторю суть вот этих тригонометрических методов. На Земле уже давно, наверное, даже не одну, шестьсот же лет, одним из методов определения расстояний является метод геодезический метод, обирающийся простые тригонометрические соображения. Вот, предположим, у вас есть точка А и точка В. Расстояние, между которыми вы знаете. Оно измеряется достаточно легко. А дальше вот точка С. Вы видите этот объект, находящийся в этой точке, из точки В под углом В, из точки А под углом А. Знает два угла, знает базу. Вот это отрезка, он называется базой. Вы легко определяете расстояние до точки С. А дальше та же процедура может применяться к ней. Вообще говоря, ко всем объектам на земной поверхности. Вот так в свое время создавалась сеть диагнозических, вот стояли такие диагнозические вышки, которая позволила построить каждый земного шара. Ну, надо сказать, что вот этот метод, по сути дела, практически без изменений, простая тригонометрия, которая не требует никакого знания о физической природе объектов, расстояние до которых он измеряет, он работает не только на Земле, но и в космосе. То есть современная методика измерения расстояния до звезд, она все та же самая, космическая диагнозия. Но только поскольку звезды далеки, то у них надо измерять с намного большей точности. Именно поэтому современные космические и астрометрические проекты, они используют новые технологии, позволяющие измерять сантастическую точность. Ну, а дошли мы до предела Земли, вышли в космос, давайте вспомним единицы измерения расстояния в пределах Солнечной системы. Радиус Земли 6400 километров примерно, до Луны 384 тысячи километров. Радиус земной амбиты 149 миллионов 600 тысяч километров. И теперь уже при измерении расстояния до звезд в качестве вот этой базы фиксированного отрезка длины будет использоваться вот это расстояние, которое называют астрономической единицей. Это восемь световых минут. Свет от Солнца идет до нас в восемь минут. Ну, радиусолнечной системы в сто, а может быть, в тысячу раз больше, чем в основном в четыре единицы. А вот расстояние до ближайших даже звезд, они намного, намного порядка больше. Вот еще в 17 веке христиан Югин пытался определить расстояние до Сизиуса. Ну, тогда он ничего не знал о том, что звезды вообще, говоря, разные, имеют разные абсолютный блеск разного Сизиуса. Он предположил, что Сириус похож на Солнце, и по отношению потоков от Солнца, излучения от Солнца и от Сириуса, пользуясь законом обратных квадратов, про которые вы все хорошо знаете, он оценил расстояние. Сириус в 28 тысяч раз дальше, чем Солнце. Но на самом деле он оошился в 20 раз. Почему? Да потому что Сириус гораздо ярче Солнца. Ну, уже в 18 веке Брэдли и Герджин догадались, что вообще, говоря, звезды-то далеко, примерно в 200 тысяч раз дальше, чем Солнце. Расстояние до них настолько больше. Ну, и более-менее точное расстояние в Перуе было измерено всего лишь в середине 19 века Василием Яковлевичем Струбе, директором пунктовской альтернатории, который изменил расстояние долей. Тогда он гораздо больше уже знал о том, что звезды разные, и это факт ничего. Ну, и понятно, что расстояние на порядке больше размеров Солнечной системы. Солнечная система размером из 100, может быть, тысяча сферномических единиц, а тут уже даже до ближайших звезд речь идет о сотнях тысяч астрономических единиц. И даже ближайшая звезда, Проксима Центавра, она расположена дальше в 200 тысяч астрономических единиц. Ну и вот, расстояние до звезд мы тоже будем мерить вот этим самым старым, добрым методом регуляции, поскольку он является, этот метод является абсолютным, он не зависит ни от каких соображений о физической природе, о характеристиках звезд, о том, какие они разные, и так далее. Но база у нас будет уже вот такая, одна с одной с одной с одной из единиц. И зряется годичный паровакс. Это кто, под каким углом от звезды видел радиус темной орбиты, радиус базы, то есть угол противоположной базы. Ну и действительно знаю угол противоположной базы, считая, что он маленький, а это так, он меньше одной угловой секунды замену, но мы легко можем определять расстояние, оценить расстояние до звезды. Когда Земля движется по орбите вокруг Солнца, звездочка, которую мы изучаем, на фоне очень дорогих звезд описывает небольшой эликс. По сути дела, это отражение орбитального движения звезды. Формы эликса разные. Если звездочка наблюдается в полисе эклиптики, то это будет кружочек, окружность. Если в плоскости эклиптики, то окружность вырождается в отрезочек. А на всех других возвышениях на плоскости эклиптики у нас будет зелись. Но самое главное, что если расстояние от Солнца до звезды одинаковое, что там, что там, что там, у нас размер большой оси этого эликса будет одинаковым, потому что он отражает диаметр орбиты звезды. Ну и поскольку углы малых, то из-за малости вот этого угла траллогического водного земляного этого угла, у нас расстояние до объекта обратно пропорционально вот этому углу. И вводится естественным образом новая единица измерения расстояния один параллакс, один парсек, что означает параллакс секунда. То есть это такое расстояние, с которого радиус нашей земной орбиты виден под углом одну секунду. Одна секунду долго-паленький, такие углы астрономы научились измерять уже давно. и вот до эпохи космической астрометрии, я должен вам сказать, были измерены с помощью наземных телескопов параллакс примерно 13 тысяч звезд. Хотя точность измерения, конечно, была небольшая. Ну, один парсек. Что это такое? Это 206 тысяч целичных астрономических единиц. Это примерно 3,26 светового воду. вам, наверное, больше, ближе, если вы читаете популярную литературу, вы, наверное, это знаете. 1 парсек 3,26 с самого воду. Это расстояние до ближайших звезд. Что касается более далеких объектов, то тут можно вводить ила парсеки, тысячи парсек, и мега парсеки, это уже минхолазы, миллион парсек, и даже ига парсеки, 10-9 парсек. Ну, и чтобы так вот оценивать размеры на шаговат, мы с вами должны знать, что от центра нашего влечного куби расстояние примерно 8,2 кВт. Это примерно 25 тысяч сантиметров. Я вам об этом вчера говорила. Каков принцип измерения пивометрических парамназ? Для того, чтобы его измерить, надо в течение достаточно длительного времени определять координаты звезды, следить за тем, как меняются координаты со временем относительно других более далёких звезд. Предположим, что у нас в моменты времени 5, 1, 2 и так далее измерены координаты вот этой красивой звезды. Вот так она движется на фоне более слабых далёких звезд, которые считаются опорными, то есть создающими систему координат. Ну вот, и движение вот этой нашей звездочки раскладывается на два компонента. Первый компонент это такое общее смещение, и это смещение называется собственным движением. Почему? Что оно отражает? Оно отражает тот факт, что наша звёздочка имеет пространственную скорость относительно Солнца, и у пространственной скорости есть компонент параллельной плоскости, параллельной перпендикулярный лучу зрения. И вот она смещается в этом направлении. Но кроме этого, наша звёздочка показывает ещё вот такие колебания относительно вектор собственного движения. И вот для того, чтобы определить расстояние над надеем это колебание, потому что эти колебания они как раз и отражают тот факт, что при движении Земли вокруг орбите наша звёздочка туда-сюда колебница с амкститудой, которая обратно пропорциональна расстояние до неё. естественно, чем больше измерений и чем больше длиннее интервал измерений, тем точнее измеряется и параллакс, гиганометический параллакс и естественно вот эти углы движения, которые называют собственные движения. Собственные движения очень важны для астрономии, особенно тех, кто занимается нашей галактикой, изучением движения звёзд, потому что по ним, зная расстояние, мы определяем тангенциальную скорость звезды, скорость поперёк луча зрения. А скорость вдоль луча зрения, как вы знаете, измеряют по красному, по свещению скептиральных линий, это эффект Доплера, и это делает спектроскописи. Ну и давайте вот несколько важных замечаний. Ну во-первых, для того, чтобы определить светимость звезды, то есть полное энергоуделение, вам надо знать для неё расстояние. Что вы измеряете? Мы измеряем поток, который приходит на приёмник излучения. Но этот поток осматривается обратно пропорционально квадратным расстоянием. И поэтому, зная расстояние, мы можем восстановить, каково полное энергоуделение объекта. Это очень важно для астрологии. Вот тут работает загон обратных квадратов. Ну и надо ещё сказать, что вот эти высокоточные параллаксы, то есть расстояние, известное расстояние до звёзд, если они достаточно точны, по сути дела лежат в основе всей шкалы расстояния во Вселенной. Зная параллаксы в текущем, мы можем определять расстояние не только до звёзд ближайших, но и до далёких галактик. И вот астрометрия стала ведущей наукой на рубеже XX-XXI века, в первую очередь она устанавливает шкалу расстояния во Вселенной, без чего нельзя вообще понять строение не только нашей галактики, но и всей Вселенной. И кроме того, она должна для астрофизики, потому что позволяет определять важнейшие астрофизические параметры Земли. И вот позволяет всё это делать в просторе закон обратных квадратов. Вот свет точечного источника, звёзды можно хорошим приближением и считать, далёкими источниками. Вот по мере увеличения расстояний падает обратно по пациенту квадратов расстояния. Вообще говоря, тригонометрические параллаксы мы можем определить для звёзд сравнительно недалёки. Вот скажем, если Гайя обещает нам определить параллакс с точностью 10 мкс, это означает, что на расстоянии 10 кп, то есть примерно в центре галактики, мы будем знать расстояние объекта с 10-процентной точностью. А дальше, извините, дальше уже надо переходить к каким-то другим объектам. И вот второй, другой метод определения расстояний, он опирается на так называемые стандартные свечки. Ну, в пример, вот 100-ваттная лампочка, да? Все 100-ваттные лампочки примерно одинаковый поток излучения дают. Вот возьмите, осветите с расстояния 1 метр этой 100-ваттной лампочкой листочек бумаги и подверьте освещенность. Потом отнесите на 2 метра. Освещенность падает в 4 раза. Зная поток, который дает эта стандартная лампочка, вы всегда, то есть не поток, зная поток, который она дает, зная освещенность, вы всегда можете объединить методом обратных квадратов в расстоянии дни. Ну, в космосе то же самое, только не 100-ваттные лампочки уже используют за сами звезды, и не только звезды, шаровые звездные скопления, и сверхновые звезды, и сами галактики в каком-то смысле можно считать какими стандартными свечами, поток излучения, которых извести. И вот, во Вселенной, а Вселенная у нас достаточно века, ей 13 с лишним миллиардов лет, поэтому самые далекие объекты, которые мы видим, они находятся грандиозные совершенно расстояния, гигапарсет, гигапарсетовых расстояний. Шкала, вот эта шкала расстояния у Вселенной строится с таким географическим методом, в основе которого лежит как раз геометрический параллакс, как метод, который опирается только на самые простые геометрические соображения и не требует ничего больше. А вот видите, сколько здесь у нас существует разных стандартных свечей. Вот на этой диаграмме стандартные свечи по горизонтали отложены интервал расстояния по географическому масштабе. И у каждой стандартной свечи есть свой интервал расстояние, на котором ее можно использовать. Вот мы видим, что по мере перехода от геометрического параллакс к другим методам определения расстояния интервал расстояния все отличается вправо, это означает, что мы можем использовать все более и более далекие изучать все более и более далекие окрестности наших север. Вот подчеркнулись здесь вот этими черточками, одни из основных стандартных свечей. Во-первых, это некоторые переменные звезды, лириды. Во-вторых, переменные звезды, цифили, пульсирующие переменные, я дальше немножко поговорю. Потом, сами гора галактики, стирально-этиплические, являются тоже хорошими стандартными свечами. галактики, и, в конце, одни из самых мощных, ярких стандартных земель, это сверхновые типа 1А, термоядерный взрыв белого кармика, который до сих критической массы примерно на 40% или больше массы свечи. Но все остальные методы, кроме тригонометрического параллакса, они являются не базовыми, они являются вторичными, потому что, когда мы их используем, мы используем некоторые факты, которые связаны с физической природой этой таблики. Так вот, абсолютным методом является тригонометрический параллакс, который ни на что не опирается, кроме международной школьной тригонометры. Все остальные методы, они как бы относительны. методом стандартных свечей. И суть определения расстояния с помощью стандартных свечей сводится к чему? Что мы знаем абсолютное энерговыделение, выраженное в единицах собственности, и знаем, какую освещенность создает этот объект на ПЗС-матрице, когда мы смотрим на этот объект. Сравнив видимую освещенную с абсолютным блеском, по методам обратных квадратов мы определяем стандартных Все практические методы, кроме трегнометического параллакса, может быть, за исключением того группового параллакса, который я говорю, не будет, все они являются такими методами стандартной свечи, то есть тайничными. Как пользоваться стандартными свечами? Для начала надо определить сведимость стандартной свечи. Вот я обозначил силу стандартной А что для этого надо? Для этого надо знать расстояние измеренное тригонометрическим методом. Пусть это расстояние равно другое. Зная свеченность и расстояние, мы определяем из этой простейшей сложного и тут пропорциональность определяем свечи. А дальше вот этот процесс называется калибровкой сведимости стандартной свечи. И вот все свечи, о которых я говорил, они прокалиброваны именно такими методами. По крайней мере звездные стандартные свечи. А дальше на втором шаге мы уже можем использовать стандартные свечи свечи звездных сведимостей оценив расстояние по такой же формуле, которая уже относительно расстояния определена. Зная сведимость, зная освещенность, находим расстояние. Вот к чему сводится метод стандартных свечей. Но надо помнить, что для приборки сведимости и звездных стандартных свечей нужны как раз эти гременолитрические параллоксы и в этом вся ценность не стягает. В принципе любая звезда может служить в качестве такой стандартной свечи. при этом надо, конечно, знать, что вы конкретно наблюдаете. Вот на диаграмме Гершу и Рассела есть у нас главная последовательность, есть звезды карлики, красные карлики, холодные, малосветимые агенты, а есть красные гиганты, да, есть красные гиганты, красные гиганты. Если не знать конкретно с каким объектом вы имеете дело, вы можете перепутать, принять красный гигант за красный гигант, или наоборот. И тогда вы приход сообразить, зная разность абсолютных причин, разность абсолютного особенностей, еще перепутать, красный гигант очень даже не будет. Поэтому в качестве стандартных свечей надо использовать, желательно использовать уникальные свечи. Уникальность, вы наверное привыкли, потому что уникальные это значит существующие чуть ли не в единичном количестве. Нет, уникальность не в том, что это редкий объект, а у него есть уникальные свойства, которые говорят сразу о его природе, о том, какой это объект. И вот хорошо, чтобы этот уникальный объект вы могли отличить от каких-то других объектов, то есть красный гагриб и красный гигант. И вот хорошо, когда уникальные такие стандартные свечи яркие, тогда их можно видеть на большом расстоянии в гигантах. Хорошо, если они меняют блеск, если это звезды переменного блеска, и тогда их легко отличить от звезд, которые блеск не меняют гиганты, и изучать их на фоне звезд постоянного блеска. Но и лучшими стандартными свечами, которые сейчас используются, являются некоторые переменные звезды. То есть лириды, мериды, и переменные красные гиганты, они все почти переменные по голове. Вот. И, естественно, относящиеся тоже переменным звездам в каком-то смысле, сверхновой звездой числа 1А. Если посмотреть на диаграмму Яршева-Райсера, то мы увидим на этой диаграмме, вот, это главная последовательность, это сверхгиганты, яркие гиганты, ну, тут вот красные гиганты, вот это белые тарники здесь лежат. Так вот, через всю эту диаграмму, справа сверху, вниз налево, проходит вот эта синяя полосочка, которая называется полосой нестабильности. Что это за полоса? Если звезда, вот в ходе эволюции, вы знаете, что когда звезды эволюционируют, отходят от главной последовательности, правый вверх, и если она попадает в своем эволюционном перемещении, в эту полосу, она наверняка будет пульсировать, радиально пульсировать. И вот самые яркие звезды в полосе нестабильности, сверхгиганты, становятся цифилидами. Звезды на горизонтальный литвит после диаграммы типа широких стабильностей становятся мелиидами, это объект галактического уголка. Цифилидами, сверхгигантами, населяют галактические писты, это молодые звезды сходятся меньше 300 миллионов лет. И более того, полоса нестабильности доходит даже до белых кармиков, и тут есть пульсирующие, это диаграмм пульсирующие белые кармики. Характерные периоды пульсации, цифилидами, сутки, 100 суток, у лилит меньше суток, ну а у белых кармиков это вообще секунды, извините. Да, в Млечном пути этих звезд достаточно много. Вот, что касается цифилидов, до полета галактики было известно, около десятка тысяч, а я добавил в пульс, стоят. Поскольку цифилидами галактики не очень много, конечно, потому что они на парке. Лилит около ста тысяч, ну белых кармиков вообще не межное количество. Вот смотрите, как повесимы цифилида. А вот, скажите, да, цвет, это, ну реальный, грубо говоря, цвет, тут она голубоватая, а тут красноватая. Скажите, пожалуйста, мне, когда цифилидом будет ярче, в какой фазе пульсации? Когда она компактная или когда она вот такая большая? Почему? Потому что потому что в которой я хочу капустил, я больше. Правильно. Сигма ДФ четвертый на Р квадрате. Все правильно. То есть ближе к фазе минимального продимера она имеет абсолютный вес выше. Цифилиды пульсируют, как хорошие швейцарские часы на протяжении лет, десятилетий, даже столетий, сохраняя форму изменения кривой в принципе. Вот это зависит от суток, от времени, как меняется ее звездная величина. Ну и поскольку сверхгиганты, они очень яркие, от 5 до 20 тысяч раз по сравнению с Солнцем. Поэтому понятное дело, что их можно видеть даже в далеких галактиках. И вот космический телескоп Хаббла их успешно обнаруживает в галактиках в созвездии Девы, сверхскорбленные Девы, о чем я вам говорил, на расстояниях порядка 20 мегапарсив от Солнца. А что их делает стандартными свечами? А стандартными свечами их делает универсальное отношение между периодом функциации, периодом колебаний, газовым шаром, звездным, и абсолютной звездной величиной, светимость. Если нарисовать для них диаграммы по проэкзонтальной оси, которая положит логарифм периода, выраженного сутка, а по вертикальной оси логарифм светимости, или что почти одно и то же абсолютную звездную величину, мы получим вот такую прямую прямоледельную звездную звездную. И поэтому, если вы обнаружили такую звезду в какой-то галактике, посидели за ней в течение некоторого времени, нашли период изменения звезда, а я повторяю, от суток до примерно 100 суток, но если дали галактик, вы, конечно, яркие периоды, которые составляют десятки суток, то по этой зависимости вы можете оценить абсолютную величину и светимость. вот этот принцип стандартной свечи для цифилики. Поэтому они являются хорошими, пожалуй, самыми лучшими стандартными свечами, которые используются для определения светимости в расстоянии до других галактик и, соответственно, светимости других объектов. Ну, лириды, они, конечно, это звездочки, конечно, более слабые, эволюционные, они находятся на эволюционной стадии горения гелия. Это вторая стадия, первая стадия это горение водорода, когда водород исчерпывается горит гелий, вот как раз она находится на стадии горения гелия. Вот здесь характерная диаграмма шарового скопления, стадия звезды, звезды, вот главная последователь, то есть вот этот последователь григатор, а вот это так называемые горизонтальные лириды и вот тут вот себя и лириды. И мы видим уже по этой диаграмме на вид, что все лириды имеют примерно одинаковое абсолютно звездное величие. Периоды пульсации у них меньше суток, характерные гривые блески, то есть их легко отличить от всех других объектов. Ну и стандартными свечами делают их два свойства. Если наблюдать их в оптике, то их абсолютная величина у всех примерно одинаковая, а если наблюдать в инфракрасном диапазоне, то их следимость и абсолютная величина зависит еще и от содержания тяжелых элементов и от периода, то есть зависимость периода срединности типа как в цепи, но только в инфракрас и области 10 лет. Но поскольку это объекты слабые достаточно, намного слабее, чем цепи, то конечно их можно использовать для определения расстояния скажем для кармиков и спутников нашей галактики, где они находятся, где они в изобилии находятся. Ну свечного типа одинаков. Это те объекты, благодаря которым, кстати говоря, дальше я не буду об этом, об этом я рассказывать не буду, может быть кто-то другой расскажет, а благодаря им была открыта темная темная энергия. Это очень яркий объект. Максимум блеска достигает минус 19,5 величины, это в 10 миллиардов раз ярче Солнца. Поэтому понятно, что их можно наблюдать аж до расстояния, самый далекий срывного типа, имеют красное смещение чуть меньше двойки, это значит, что до них примерно 10 миллиардов световых лет, а до границы вселенной понятное дело 13,7 миллиардов лет. То есть по сути дела мы их можем видеть в галактиках, которые еще являются сравнительно юными, с водорослом меньше трех миллиардов лет. А суть этого явления состоит в отчем. Это термоядерный взрыв всего белого карлика, который состоит из кислорода и природа. Белые карлики, продукты эволюции звезд с массами примерно до 7-8 масс Солнца, ниже 7-8 масс Солнца. И вот если по какой-то причине, ну скажем, если белый карлик находится в паре, с нормальной звездой, то очевидно возникает перекликание вещества из оболочки нормальной звезды на белый карлик. И когда полная масса белого карлика превысит чем-то сикаровский предел, 1,4 массы Солнца, возникает термоядерная реакция, он взрывается целиком, и соответственно мы видим явление сверхнового. Но второй вариант это слияние двух белых карликов за счет излучения гравитационных лоб. Вот этот сценарий я вам сейчас покажу. вот два гравита сверхнового гравитационных вращаются относительно друга, приливное искажение формы, излучение гравитационных волн за счет вращения и вот они сниваются, масса превосходит бабах, мы видим сверхнового. Сейчас считается, что скорее всего это основной сценарий сверхнового гравитационных гравитационных вперед гравитационных поверхностей слияния , поэтому слияние и примерно миллиард лет. В галактиках ту слов сверхновая, типа 1а, мы, зная расстояние, зная видимый блеск сверхновой, по закону обратных квадратов можем оценить абсолютный блеск сверхновой. Ну и вот так было установлено, что абсолютная величина в максимуме вот такая высокая, то есть сверхновая в максимуме светит, в общем-то почти как вся галактика цели в целом. На самом деле, я, конечно, в указу, не все сверхновые имеют одинаковый блеск в максимуме, и для того, что их делает стандартными свечами, это достаточно сложно, надо еще и принимать во внимание то, насколько быстро впадает блеск сверхновой от максимума со временем. Ну и абсолютная величина сверхновых типа 1а такова, что их видно в больших-больших расстояниях, то есть мы, по сути дела, всю Вселенную насквозь видим, можно измерить расстояние до галактики благодаря тому, что они очень яркие. И сейчас считается, что эти сверхновые – это самые хорошие средства изучения строения Вселенной, эволюции галактики и так далее. Тем более, что благодаря ей была открыта темная энергия, за что тройка астрономов получила Нобелевскую плену в 2011 году. Ну вот циклиды в галактике в Месье-101, это 7 мегапарсель, достаточно далекая галактика. Хабблский телескоп, вот изучал два поля на периферии этой галактики, вот красные эти все точечки, да, это циклиды. И вот как выглядит зависимость между периодом и видимой звездной величиной, благорительный период, сутро, и блеск, видимый блеск сверхновых. И, естественно, в абсолютных звездных величинах такая же применение зависимости сохраняется. Но сравним видимый блеск с тем, что предсказывает это зависимость от цепи нашего вечного зуба, и мы можем определять расстояние. То есть мы видим, что в любой молодой галактике, то есть в любой галактике есть молодое население, а это спиральные галактики в первую очередь, там есть циклиды, и по ним можно определять расстояние. Но вот эту картинку сверхголубокого поля Хаббла я вам показывал. Мы тут видим галактики, которые образовались тогда, когда возраст себе насосодал всего лишь несколько сотен миллионов лет. Ну, теперь давайте поговорим об этом студии. То есть до того, до этого я пытался вам объяснить, для чего нам нужны тригнометрические параллаксы, как средства полигровки сведений вторичных стандартных свечей. Так вот о научной начинке галактики. Ну, надо сказать, что это самая большая в мире фотокамера с числом пикселей, один гигапиксель, миллиарр пикселей. Аппарат запустили в декабре 2013 года, но начал работать только через полгода, 14 за 2, потому что место его работы расположено на 2,2 земли, об этом я так скажу. И рассчитываем мы, что он успешно пророкит за 21 год, а там мы его подставили в надежде, что и дальше будет нас радовать. Он многоцелевой, хотя основная его задача – это прецидионные астрометры, он измеряет блеск звезд в двух полосах красного-синий, то есть цинтазию, которые связаны с температурой. Определяет химический социальный температурой звезд, потому что там есть спиртного, но, естественно, открывает новый и слабый объект. Вот эту шляпу я вам вчера показывал, просто как шляпу, а вот сейчас мы поговорим о том, как она устроена. Вот эта юбочка закрывает научный модуль, вот эту научную модуль, от солнечных лучей, потому что солнце где-то вот там слева, почему он так вот называется, этот проект? Дело в том, что его задумывали еще в 80-х годах, и тогда считали, что надо сделать космический телескоп, который работает как интерферометр, то есть два отдельных телескопа, разлюдая за один объект, следует их угловое разрешение, будет очень высоко. Но потом решили, что это слишком, во-первых, дорого, во-вторых, космические интерферометры требуют такой технологии, которая в те годы, где и сейчас еще пока не существует, глобальный астрономический интерферометр для стратегии. Вот, в принципе, измерения отказались от него, но решили название не менять, тем более, что это слово включает гея предземля. И надо сказать, что принципы работы этого космического аппарата, они повторяют, нарушают миссию гепакта, с которой в течение 36 месяцев, 30 месяцев, вот на рубеже 80-90-х годов, успешно проработало, дав нам тригонометрический параллакция примерно 118 тысяч, но с точностью порядка миллисекунды. А тут уже речь идет о точности на два порядка выше. Сам аппарат стоит сравнительно недорого, 320 миллионов евро. Вот. Заметите, что стоимость обработки дамы, а в этом космический аппарат сопровождают больше 200 человек, которые обрабатывают все эти дамы, обработка стоит будет очень-очень дорого. Вот так он выглядит в цехе, вот такая шляпа, вот емочка, вот этот научный модуль. Вот так он выглядит, что выглядит при загрузке в союз наш космический битрик, в нашу ракету. А вот так выглядит научный модуль, люди трудятся на земле, в чистом цехе, где вообще там пылиных никаких нет, собирают кольцо вот этого научного модуля. Вот может себе создать впечатление о его размерах, примерно диаметром 3 метра. Ну, полная масса, 2 тонны, сам научный модуль дежурный, 500 килограмм, мощность, которую потребляет этот аппарат, примерно 2 килограмм. Для этого мощности используется солнечные батареи. Аппарат устроен достаточно сложно. Вот солнечные панели, вот солнечные панели, вот научный модуль дежурный. Вот так выглядит вот это кольцо. Обратите внимание, что в этом космическом телестопе он устроен необычно. У него есть два зеркала размером больше метра, метр сорок. Два квадрата прямоугольных зеркала, метр сорок, примерно 50 сантиметров. Одно и другое. И видите, они расположены под некоторым углом друг к другу, со 6,5 градусов. А вот фокальная плоскость, вот та самая гигантская гигапиксельная фотокамера. И эти зеркала бросают свет на единую, единую фокальную плоскость. Но поскольку они находятся под каким-нибудь под угломом, под угломом, где-то 10,5 градусов, то очевидно, каждая из них наблюдает, и эта зеркала наблюдает в разные части метр-санисферы. А тут эти изображения смешно. Вот это вообще не говоря, революционный принцип, который был реализован в проекту Гепардис. Ведь ничего. Это, как называемая, расхометрия широкого взволя. И преимущество вот такого принципа измерения координат, параллаксов, собственных движений состоит в том, что мы можем взаимно привязывать координаты объектов к единой системе координат в далеко расположенных областях. В рамках единой веберной сети, которая создается в фраза. Ну и теперь о месте работы этого проекта. Место работы интересное. Полтора миллиона километра под Землю. Под Солнце, Земля и вот дальше. За Землей полтора миллиона километров. Почему? Что это за точка? Это точка называется осевой точкой. Второй осевой точкой Лагранжа. В ней этот космический аппарат может болтаться неограниченное время, потому что движение там устойчиво. На него не действуют никакие силы, которые его отдалят от Земли. Но он там болтается с амплитудой примерно плюс-минус 100 тысяч километров. А вот кстати, интересный факт. Вы знаете, что угловые размеры Солнца и Луны для наблюдателя Земли одинаковые, поэтому у нас происходят полные солнечные затмения. А вот теперь можете себе представить, как встроена хитрая природа. Вот если из точки Лагранжа смотреть на Землю и на Солнце, их угловые размеры тоже окажутся одинаковыми. Можете это посчитать. Вы знаете расстояние, знаете размеры Солнца и размеры Земли. Иначе, как чудесами, я вот это не могу назвать. Так вот, болтается он на две точки Лагранжа. Ось вот этой шляпы направлена всегда под углом 45 градусов в относительное направление на Землю и Солнце. И ось это прецессирует с распором в 45 градусов. Сам аппарат вращается вокруг своей оси, прецессирует, да еще и движется по орбите вместе с Земля. И поэтому вот он способен в течение нескольких лет отнутри дать всю небесную сферу, объект на всей небесной сфере, причем не однократный. Ну вот так вот орбита выглядит. Это в проекции на оси Y и Z, такая фигура не схожун. Это, если вы знаете, что такое астеллограф, там можно два колебания подать туда, вот у Масяну, получается вот такая фигура. С амплитурой плюс минус 100 тысяч километров. Ну и по другим орбинарам тоже стоит. Вот, вращаясь вокруг своей оси, каждое зеркало выписывает вот такие вот круги, и мы получаем на общую портальную плоскость свет, приходящий из двух вот этих вот областей. Ну и вычерчивает на небесной сфере, естественно, вот такие окружности, а поскольку он еще и прецессирует, то все время попадает свет с разных направлений. И зеркала, вот они такие, прямоугольные, очень интересные. А вот так выглядит покальная плоскость. Покальная плоскость состоит из 106 ПЗС-матри, больших размеров, 6,5 сантиметров, и она разделена на несколько областей. Поскольку аппарат вращается, то каждая звездочка выписывает на этой поддалейной плоскости свою траекторию, и мы видим, что в этом направлении примерно за одну минуту, проходя все вот так вот в большой земле. то есть большую поддалейную 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 макрицу размером 100, 4 на 43 сантиметра. Звездочка приходит слева. Сначала она попадает на вот этот массив поддалейной макрицы, где она отождествляется. То есть тут происходит отождествление звезды, приписывание, грубо говоря, ей какого-то определенного номера. Дальше она попадает на массив астрометрического, где как раз поток от нее используется для измерения точек-карбинаций и точек смещения. Дальше она попадает на два массива ПЗС-матриц, вот эти иные, где измеряется ее блеск. В синей части спектра и в красной части спектра. А еще один небольшой массив матриц, это матрицы, принадлежащие спектрологу, где мы получаем ее спектр. Для чего нужны вот эти вот два зеркала, еще разнесенные на угол 106,5 градусов? А это очень хитро. Надо было, вообще говоря, сообразить это сделать. Угол, выбрать этот угол, вообще говоря, выбор почти однозначный. Дело в том, что он выбирал систему, это соображение, чтобы через период осилового вращения, это 6 часов, на ПЗС-массив попадал свет от других областей неба. Не те, которые наблюдались обороты назад, а дними. Потом, для взаимного согласования положений звезд и опорных источников, мы звезды в одной области неба привязываем на другой области неба, тем самым их увеличены точность привязки, точность умерения координат. А кроме того, в той области неба, в той области неба паралактические смещения звезд направлены в разные стороны. Поэтому мы можем точнее изменять паралактические. Разных важных, и смещения. Вот эти вот три соображения привели к такому выбору. Трудь и сло, в чем состоит. Несмотря на то, что массив ПЗС-массив смотрится огромный, метр на сорок сантиметров, в самых плотных полях мы видим одновременно миллионы звезд. Вот эта карта галактики, которая построена под данным галей, содержащая примерно полтора миллиарда звезд. И вот цветовой гаммрой указана плотность. То есть число звезд, приходящих на один квадратный градус. Так, кстати говоря, вот это весь массив ПЗС-матрица это семьдесятых квадратного градуса. Вот смотрите, пять, пятьсот тысяч звезд на квадратном градусе. Это, по сути, делал диск галактики. Мы же сидим в самом диске и видим нашу галактику, как и серебра, вот здесь высокая плотность. Ну, полюса галактики плотность понижена, но все равно это тысячи и десятки тысяч. И, конечно, а то есть действительно, все эти звезды, еще определить точные координаты, тралаксы и так далее, то есть все острометрики сделать, это очень сложно. Поэтому компьютер-бордоволь работает на принципах машинного самообучения. Это одна из самых сложнейших задач, которые решалась инженерной страничной игрой. Ну, вот как все это выглядит. Вот ось аппарата за два года наблюдения выписывает на НТС-НЕФЕРе вот такие картинки. это эпилептическая системы карбинат. А, нет, здесь нет. За 30 суток покрывает вот одну область нервы, и все. За 60 суток побольше, ну, наконец, за 100 суток практически все нет. Как происходит сканирование? Давайте посмотрим небольшой фильм, который создатели ГАРы, ну, уже на своем сайте. Вот мы находимся с вами как будто бы в этом аппарате. Вот он вращается вокруг своей оси. Вот там мы видим звезды. Зеркала бросают свет на фокаре после. И сейчас будет показано, как он заметает все небо при вращении и прицессии. Вот так вот эффект выглядела. Солнце где-то внизу там. Под углом 45 градусов оси аппарата. Вот эти зеркала заметают небо. Из-за того, что он от оборота от оборота немножко изменяет ориентацию свою, мы будем ждать, вот, можно покрыть все. Ну, что, каково будет число на пределении разных объектов в эпидемиологическом системе карабина? Вот с вами. Конечно, будет где пусто, как и пусто. Вот синие область – это там, где число измерений одной и той же звезды составляет, ну, где сто пятьдесят. Вот это же, да? Пятьдесят сто. Вот эти желтые области – там, где число прохождения звезды небольшое. Ну, понятное дело, очень трудно такой неуправляемый аппарат заставить равномерно покрыть все небо, чтобы число измерений одной и той же звезды было одинаковым. Но в среднем что будет? В среднем примерно восемьдесят определений положения, из которых мы, собственно, движения получаем, а в акции – сто двадцать спектров, сто восемьдесят измерений в блеск. Вот суммарная экспозиция каждого объекта, при таком числе этого прохождения, составит почти час. Это гораздо больше, чем сделал современный аппарат. За полгода один скал всего неба, и вот сейчас уже в апреле восемнадцатого года, двадцать пятого апреля вышел к столу, получено уже восемь скалов одного всего неба. Ну, вы можете спросить, а чем, собственно говоря, обусловлена такая высокая точность астрономических наблюдений? А тем, что очень большая КЗС-матрикс. И вот след звезды, одиночный след, очень супер-ЗС-матрикс, он имеет длину восемнадцать тысяч пикселей. И поэтому, конечно же, да, кроме таких сканов будет около сотни, поэтому мы можем измерить координаты и измерения с очень высокой точностью. Ну, кроме измерения астронометрических, да, и еще и делаются астронометрические измерения двух полосат. Синий и красный. Вот синий пункт, здесь вот тут настрелованных астрелах, шесть тысяч, это примерно чувствительность человеческого глаза. Вот синяя и область спектра одна призрачная, красная и область спектра, и другая. И измеряем звезды, не включены здесь и здесь. А разные звезды, причины, это цвет. А как вы знаете, цвет комбилизует температуру. Чем краснее объект, тем ниже его температура. Поэтому вот эта фотометрия, она имеет еще и фантастическую точность в несколько десятитысячных звездной величины, да, понятно, что это, да, она дает очень важную дополнительную информацию. Ну, к слову говоря, я слежу за этим проектом довольно давно, и еще 10 лет назад создатели этого аппарата думали, что аппарат будет измерять блеск в 12 цветовых полосах. Это, конечно, было очень хорошо, но сложность неималерная, поэтому решили ограничиться всего лишь в миллиарь, цвета. А вот на этих диаграммах видно, как перераспределяется энергия между одной признанной другой в зависимости от спектрального класса звезды. Вот сверху вниз, вот эти панельки, да, сверху вниз, у нас увеличивается температура. Тут будут холодные звезды, они будут в основном светить скоростью области спектра. Если есть горячие звезды, у них уже будет сильное излучение и синяя область спектра. Там стоят еще и спектролы, спектролы, это дефракционные решетки, которые предназначены, во-первых, для изменения скоростей звезд получезрения, причем их скоростей по эффекту топлива, а во-вторых, для определения фундаментальных физических параметров, в первую очередь, температуры и химического состава. Этот спектролы имеет достаточно высокое спектральное разрешение, один с половиной тысячи, а что это такое? Обратное, это длинноволы, деленные на дельта лямбда, лямбда-деленового дельта лямбда, дельта лямбда, это минимальное различие дельвола, которые спектролы может измерить. Вот, а диапазон спектральный очень интересный. Это невидимый диапазон, почти не прокрасный диапазон от 845 до 875 нанометров. Чем он интересен? В этом диапазоне практически у всех звезд есть мощных три линии реализованного кальция, по положению которых можно как раз измерять лучшие скорости. Вот такая методика и такой диапазон хорошо было проверено еще на австралийском проекте Рейд по измерению лучших скоростей. И этот пионный проект показал, что этот диапазон очень эффективен. Ну, кроме того, там есть линии и секторальные линии. Но надо сказать, что поскольку линий тут немного, то обработка спектров, конечно, гораздо проще, чем если мы имели дело с спектром на большом углеваре линьков, а поскольку лотовый компьютер имеет все-таки ограниченные мощности, то решили, сколько будет вот эти вещи. Ну, каковы принципы определения астротетических параметров? Чем меньше температура звезды, тем глубже спектральные линии. Чем меньше тяжелых элементов, элементы тяжелее гелия, тем меньше площадь между ветерина и сектором, противами линьков. Ну, и кроме того, ширина стеклянных линий на половину функциональности является хорошим показателем того, что это за звезда, какую светимость она имеет, то ли это карли, более дежав, более светлые гелия. Ну, а для определения всех этих параметров, вот эти полученные и наблюдаемые спектры сравниваются с этим шаблоном, теоретическим шаблоном для врачейных дела. Ну, вот здесь я пытаюсь показать, как все это делается, как определяется эффективная температура, вот это горячие звезды, это холодные звезды, их глубина, а их в метро сентральной линии растет. Химический состав очень слабень у землилинии, у звезд, у которых содержание тяжелых элементов в сто раз меньше Солнца, в южно-масштабе. А вот это больше, сентральная линия, совсем другая. Это площадь между кровью и уровень негрежимности этого. Ну, и то же самое относится к устоянию силу-масштабе, которое организует светимые звезды. Здесь звезды карлики, у них широкие линии, на половине, а здесь звезды светлые георгики, у них были достаточно мусор. Ну, так вот, основные задачи такие. Точность обеспечить в сто раз больше, чем 10-ти партус, там было 10-ти минутный путь, 6-ти, 10-ти минуты, и огромное количество звезд. И партуса было 118 тысяч, а тут уже речь идет почти о двух миллиардных звезд, причем до очень-очень слабых. И вот, в апреле этого прошлого года, теперь уже первые 22 месяца работы на орбите получены точные координанты паровации собственного движения 1,330,2 миллиона. Ну, давайте посмотрим на эти результаты. Вот на сайте ГАЯ вы можете видеть вот такие разноцветные шары, на каждом из которых написано, сколько чего померил этот космический аппарат. Положение и блеск для почти миллиарда 700 миллионов. Двухцветные измерения, блеск общий, полный блеск, широкой полосе. Цвета звездок получены для миллиарда 390 миллионов. Паралаксы и собственные движения, что наиболее важны, являет звезды эмиссии, звезды 330 миллионов. Кроме этого, поверхностная температура 160 миллионов, намного меньше, чем все остальные даны, но это фантастический объем информации по сравнению с тем, чем обладала астрофизика до ГАЯ. Разница седнимости 77 миллионов. Количество пыли, причина от облачения, 88 миллионов звезд, но будет не то, что я не знаю. Лучевые скорости, полученные методом доктора, 7 миллионов звезд. Надо сказать, что 7 миллионов, где-то сразу же удвоили общее количество лучших скоростей, которые были измерены для звезды. Всего лишь 550 тысяч переменных звезд новых открытых. Ну и всего лишь 14 тысяч астероидов. Ну и еще, должен я добавить, что открыто 550 тысяч кваза. Сейчас, я уже сказал, что система координат опирается на кваза. Вот если проект Гепаркос опирался всего лишь на 320 кваза, то сейчас современное состояние проекта требует почти трех тысяч кваза. Но со временем, когда будет понятно, что вот эти новые открытые квазары, какая-то часть действительно является квазарами, далекими объектами, то это позволит существенно улучшить систему координат, которая дает это к спутнице. Ну точность измерения какая? Ну, для ярких звезд 40 микросекунд другие. А, так сказать, концу миссии обещают 10 микросекунд. Для слабых, конечно, точность будет другая, потому что точность зависит от того, насколько яркие звезды. Точность собственных движений весьма высока, и она может использоваться, и они могут уже эффективно использоваться на изменить, в исключении того, как двигаются звезды. Ну, лучные скорости, опять же, тоже, их точность зависит от температуры, потому что чем ниже температура, тем больше спектральных линий, и более точно может измерить лучную скорость, и, кроме того, для ярких звездов, конечно, точность будет выше, чем для слабых звезд. Объем данных, конечно, громаден. Мы имеем дело с миллиардами, с лишним звезд, для которых получено огромное количество информации. И вот для того, чтобы теперь работать с этим, нужно овладеть основами, так называемого, анализа, таких данных. У нас, нашим студентам, на каждой гипотематике читают специальные курсы, которые посвящены для этого обучителя, потому что садили объемные данные. Простеньким редакторам, компьютерам, уже невозможно открыть даже маленькие, даже где данные, которые сравнивали с новыми. Разработаны новые алгоритмы поиска, например, и чего? Ну, и чего? А вот давайте теперь посмотрим какую-то анимацию параллелортических смещений. Значит, это живые звезды, приполярные области. И мы сейчас увидим с вами, как они описывают параллелортические реликсы и как каковы их собственные движения, но все величины юридичные в стоп-лечах, заходу, чтобы это было можно увидеть полярные звезды. Вот это полярная звезда. Смотрите внимательно. Сейчас звезды будут подписывать параллелортические реликсы. Все видно, да? В стоп-лечах больше, чем на самом деле. Это полоса личного пути. Сейчас появится конкур с созвездия, вы видите, как искажаются эти конкуры, мы, конечно, приумелищные делятся. Вот малая медведица, большая медведица, хлеб, жир, кондаменты, сербеи, цепей, ящерица, дракон. Сейчас это выключится и посмотрим, как меняются очертания созвездий из-за того, что каждая звезда имеет свой компонент потенциальной скорости. Ну, вот так изменится очертание через 100 тысяч лет. Вот они движутся. Кто куда, кто медленно, кто быстро, да? Сейчас будут пролетать очень быстрые звездочки. Это звезды галактического голову, которые имеют очень высокую скорость. Вот. Это восемь любой стенки. Опа. Я, кажется, я влюблю. Дальше у меня несколько результатов. Вот диаграмма Дельфина-Рассева для четырёх миллионов звёзд. Главные последователи – звёзды разные, красные суббега-динегатори. Это куча, где мы говорим. А вот как наблюдаемая диаграмма Дельфина-Рассева приближается теоретически их затрону. Видно, что эволюционные расчёты сейчас очень похожи. Огромное количество переменных звёзд разного гипа. Наиболее интересны вот эти переменные звёзд – это физические переменные. То есть переменные связаны с различными процессами происходящих суббегов. И вот здесь вот, видите, товарищ. Товарищ, я рисовал, он обнимает как раз самые стандартные свечи – хулилийный и цифилийный. Переменные звёзды на диаграмме – вот они, где расположены. Сразу, разным цветом, показывают тип переменных звёзд. Красный цвет – это красные переменные звёзды. Зелёные – это сибириды. Вот это вот у нас герина. А вот переменные белые камни. Это так называемые этаплистические переменные. Это пара белых камней и нормальная звезда. А вот тут показаны доли переменных звёзд в разных частях диаграммы. И мы видим, что красный, голкий цвет – это те области диаграммы, где практически 100% звёзд меняют блеск. Вот красный и диаграммы. А вот давайте посмотрим, как… Значит, когда звезда меняет свой блеск, она же меняет и цвет. Поэтому на этой диаграмме каждый из них выписывает такой клет. Сейчас мы увидим. Вот тут идет… Вот, смотри. Это живые звёзды. То есть это конкретный звёзд, который они туда не играют. Вот они туда всегда болтаются, меняют цвет. Вот это… Вот это сфилия, в частности. А это вот красный период полуправления. А тут сутки. Четыреста суток наблюдений сзади. А это диаграммы для шаровых скоплений с разной металличностью, то есть с разным содержанием тяжёлых элементов. Причём абсолютные величины, вычисленные по геометрическим параметрам края. Что мы видим? Мы видим, что оказываются звёзды с разным содержанием тяжёлых элементов, занимают разное положение и диаграммы. Это легко увидеть, что чем меньше тяжёлых элементов, а это в сто раз меньше, что это синий пилёжный, да, они имеют более глубокий цвет. А звёзды гиганты имеют, соответственно, более яркое звёздное величие. А тут рассеянные скопления, 32 штуки, с разным возрастом. Молодые, до 40 лет назад, до 80 лет назад. И мы видим, что у молодых скоплений, я об этом вчера говорил, есть голубые горячие звёзды, а у старых, с самыми яркими звёздами не узнают, с красными гигантами. Вот интересный результат. Это поиск быстро ледящих звёзд, и звёзд, которые имеют комитет из нашей голова. Голубая и зелёная линия – это зависимость от расстояния до центра голова и космической скорости. И мы видим, что выше этой линии имеют большое количество звёзд. То есть они по тем или иным причинам ледят. И основной источник таких звёзд, один из основных источников, – это сверхмассивная чёрная дыра. Когда рядом с ней пролетает двойная система, она может распасться. Причём один, предположим, падает в чёрную дыру, а другой вылетает со скоростью тысяч километров в сентябре. Вот очень интересный результат. На небе обнаружен ряд звёзд, образующих вот такой вот гигант, протяжённостью 75 градусов. Если посмотреть, какова диаграмма технических звёзд, то мы увидим типичную диаграмму для шурового звёздного скопления. Вот чем интересен этот результат? Дело в том, что звёздные скопления не вечные, я вам вчера об этом говорил. Они распадаются и умерают. Их покидают звёзды. Звёзды, летая во звёздном скоплении, взаимодействуют друг с другом, и при таком взаимодействии некоторые звёзды могут получить из выток энергии, после которого она вылетит из скопления. Но поскольку улетает она с небольшой относительной скоростью, то она продолжает двигаться за скоплением в течение длительного времени. И вот наблюдение таких цветов распады, мы называем шлейфами скоплений, оно позволяет посмотреть, каков вид орбиты распадшегося шурового скопления. Его назвали бы не то. А если мы знаем вид орбиты, то мы можем восстановить распределение масс нашей галактики. Поэтому поиск этих шлейфов и преследований он позволяет определить массу нашей галактики, и то, как эта масса, это создать модель. По свидетелению, масса галактики. Не все результаты мы показываем. Вот это аналитики картины. Разным цветом показаны разные лучные скорости звёзд, измеренное насилие солнце. Вот такая картинка говорит напрямую, о том, что наша галактика вращается и вращается с разной благой скоростью, на разных расстояниях. Синий цвет – это звёзд, движущиеся к нам, естественно, вразовый цвет – удаляющийся к нам. И вот эта матомность, она нам о чём поедет. Вот тут звезды с левой центра галактики убегают от нас, а здесь они бегут к нам. Почему? А потому что вот эта область, в пределах Солнечного круга, вращается быстрее, чем Солнце, в своей области. Поэтому и вращается вот как раз в таком направлении. В том направлении. Если смотреть сверху, то почитывать соответственно здесь. А за Солнечным кругом картина обратная, потому что Солнце вращается быстрее, чем звёзды, находящиеся на том, как в этом состоянии. От точности к собственных движениях свидетельствуют вот эту диаграмму. Это зависит от галактического долготекста. Угла, отчитывая направление на центр галактики нашей, собственные движения к галактической долготеки. Вот это тоже явное такое свидетельство вращения галактики. И такие диаграммы, это, собственно, движение к галактической скорости, они позволяют построить клипуру вращения галактики. Ну, потрясает, конечно, точность, собственно, движения. Вот тут вертикальная отрезка вы даже почти не видите. И вот под этим результатом мы можем построить в зависимости от скорости вращения от расстояния до галактического центра. Получается такая, как в основном говоря, почти плоская гливая со скоростью вращения линейной, которая почти не меняется. И забегая вперёд, должен сказать, что если у галактики это плоское гливое вращение достигает больших расстояний, то это как раз главное свидетельство наличия галактики. Ну, в нашей галактике мы пока лишь до 14-15 килопарсет находим. То же самое вот и в нем данный инцепидент. А вот, потрясающие совершенно камни, это вращение, прямое введение вращения большого галактики в облако, который находится на расстоянии десятки килопарсетов от нас. Если присмотреться, вы видите, что в каждой звёздочке приписан легкий вектор, в направлении которого она двигается. То есть это определены собственные движения, и мы видим, что есть общий какой-то вихрь, общее вращение. Но что мы видим, потому что мы большие и малые дела у галактики, это к галактике, конечно, они имеющие гораздо на высшую массу, чем наши галактики. Но надо сказать, что, несмотря на весь оптимизм, есть странные вещи, с которыми мы сталкиваемся. По разным данным, по цифидам, по звёздам, по рассеянным скоплениям, по двойным звёздам, мы видим, что параллакс играет, хотя вроде они декларируются как достаточно точные, они все занижены. А значит, если мы вычисляем в эти заниженные параллаксы расстояния, обратно по функциональному параллаксу, мы не завышаем расстояние. Причём это завышение довольно большое, 16-25 процентов. То есть, есть, как говорят астрономы, некоторая систематическая ошибка триггнометрических параллаксов, которая сравнима с ошибкой случайной, ошибкой причины непонятны пока, их может быть много. И я считаю, что, скорее всего, делал применяться как глаза. То есть, система координат, на которой все измеряется, она не очень хороша, она обладает смещением, то есть, общим вращением. Хотя, они могут быть и другие причины. Вот, например, модель, когда обрабатывается кетаной, закладывается определенная модель изменения координат. Если мы не учитывая свойственность, то можно набраться на ошибку. А кроме того, уже известно, что вот есть космический аппарат исключительный удар в микрометеорин, который меняют угол между зеркалами, а угол надо соблюдать с точностью миллисекундными, для того, чтобы с точки зрения микросекунды, и так далее. Ну, в общем, все пока непонятно, и поэтому пока используют перенометрические паралаксы гайи, для существенного уточнения светильности и стандартной свечей, пока мы ожидаем 21 года. А вот теперь давайте насчет квазара. Значит, квазара там плюс на 356 тысяч долларов. А что такое квазара? В этом джете наблюдается уплотнение, которое движется с суть световой скорости, сезонтивистской скорости. И если мы вместо того, чтобы опираться на ядро галактики, вдруг обопремся вот на такой супер быстрый джет, элемент джеты, уплотнение джеты, пятно, то мы получаем нет, то мы должны предъявить, что этот квазар движется, имеет собственные движения. В каждом доказательстве, я говорю, мы такие партики. В этом квазаре, который мы так обозначили, в этих глазах, и там видны несколько уплотнений в джете. Вот вы посмотрите, как меняется расстояние от гидра галактики, сгадали движение этих элементов. И вот не исключено, что из той выборки почти трех тысяч квазаров, которые задают систему координаты галли, какое-то достаточно большое количество, оно на самом деле не квазар, а пятно джеты, которое движется. Такая же проблема была и с дефактусом. Там первоначально опирались на 640 квазаров, а потом 48, потому что они нехорошие, оплатают собственные движения. И вот это, конечно, может быть причиной, скорее всего, это одна из причин. Но я полагаю, что к 21 году из этих 560 тысяч квазаров будут отобраны действительно неподвижные объекты, и тогда всё можно будет пересчитать. Это не трудно, потому что вся информация астрологическая, она находится в распоряжении астронома, который с этим работает. Ну, вообще говоря, если всё будет хорошо, надеемся, что всё будет хорошо, то тогда сфера нашей галактики, где мы точно можем построить трёхмерную карпопьеру, она расширится вот такой, жёлтый грузочек, это сфера гейпарат на 27 млн. до примерно 10-20 кг. То есть мы, по сути, закартографируем трёхмером всю нашу галактику. А вот теперь давайте последнее, насчёт точности определения. Вы можете спросить, а вот может там лет через 20-30 запустят ещё какой-нибудь аппарат, который ещё точнее измерит координаты и всё-всё-всё связано со сравнением. Ну, оказывается, что вряд ли это так. Вряд ли мы можем рассчитывать на определение положения звёзд точнее, чем 3-4 микросекунды другие. Потому что ручь света от далёких звёзд пролетает именно по мнению звёзд, которые являются терапией, чем у нас. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, он будет колебаться. Он идёт не прямо к нам, вот здесь, мы с вами, звёзд и спустили свет, а он будет вот так вот криво ходить. Поэтому, скорее всего, естественные пределы колебания метрики, они не дают возможности сильно, существенно уточнить положение звёзд и все остальные параметры. Скорее всего, так. Ну вот, на этом спасибо, извините, что я вас лишил ответа, я думаю, что у вас всё спокойно. Если есть вопросы, я вам с удовольствием не ясно. Или может быть менее ясно. Он топил, я понимаю. Но в темах это совершенно выдающийся проект. Я полагаю, что к 21-му году мы получим гигантский объём данных. А нельзя сейчас расположение ближайших звёзд построить карту с учётом изменения под лучами? Ну для ближайших-то можно, но если вы наблюдаете, скажем, объект за центром галактики, луч свет от него проходит через галактический план и огромное количество звёзд. Это, конечно, важно для далёких. Для ближних это не существенно. В солнечной окрестности в одном кубическом парсике одна десятая звезды. То есть на десять кубических парсек одна звезда. И, конечно, всё для близких звёзд мы можем получить точность принципиально более высокой. Но для далёких нет. Но интересны как раз далёкие объекты. Вопросов больше нет, да? Спасибо. Прошу прочтения.